Значит, у нас в субботу по дому ходила БТИ, сказали, что по поручению БТИ мы ходим обслуживанием, проверяем, делаем инвентаризацию квартир, где стоят деревянные полки. И вы должны заключить с нами договор, чтобы мы их заменили на пластик. Я говорю, прокажите свои документы. Нет. Вышла на площадку, в общем, крепко поссорились, и я их выгнала. Но это же, наверное, и потрудить дома будет продолжаться. По туристам часто все красные лима. Тоже такое? Да, тоже такое. Фильмы, наверное, были. Валерий Викторович, давайте самостоятельно свое убираем, и тогда давайте пишем на меня письмо. Я пишу на милицию, и будем сегодня привлекать. Пусть они пройдут, узнают, кто это ходил. Еще не подумал, что по нашим людям там ходили какие-то милисты. Ходил молодой парень, девушка, женщина с ним где-то до 30 лет около. Я хочу еще и себе предупредить. У работников БТИ есть документы о том, что они работники БТИ. И должно быть написано, подписано это удостоверение, БТИ, Кавалерий Викторович. Поэтому очень прошу всех предупредить. Сегодня у таких аферистов, которые сегодня хотят себе накидать, извините, клиентов, очень-очень много. Только я вам хочу сказать, я за этих аферистов не отвечаю. Когда они потом к вам зайдут, у вас что-то пропадет, либо они начнут у стариков там деньги выпрашивать там на какие-то работы. Тоже, поймите, это все очень серьезно. Есть коммунальные предприятия, которые сегодня делают отчисления в бюджет. Я не вижу ни одного предприятия, БТИ, которое бы называлось, которое бы сегодня платило налоги в бюджет. Нет ни единого, кроме нашего БТИ. Очень правильно поднятый вопрос, потому что в Лимане прошли деньги и собрали, но там нет денег. И БТИ идет строго по заявке собственника. Даже если муж приходит на квартиру на жену, мы не приходим на лейтинг. Мы сами инициативу не проявляем, мы никуда не ходим. Правильно, надо только в жена пришла. Мы только идем по заказу, по заявке собственника идем. Нет, но все это правильно. По избежанию мошеннических действий.